Ну вот она, славная середина февраля, что мы так долго ждали. На stopgame.ru краткое представление очевидных хитов и чего-то менее навязчивого. Я в Metro Exodus с начала недели играю, всё никак не пройду. Масштаб продолжения метро эпопеи поражает. Это даже с учётом того, что пылесосить новоприбывшие открытые локации исхода совершенно не обязательно. А возможно даже и противопоказано. Но об этом мы ещё в текстовой рецензии поговорим. Главное, знайте, что сильные стороны проекта остались прежними. Речь в первую очередь про постановку и атмосферу. Да, метро может существовать и без метро. И чувствует себя при этом прекрасно. Смотрите наш видеообзор и играйте. Неожиданный конкурент на постапокалиптичном поле для творения 4A Games самостоятельное дополнение к Far Cry 5, Far Cry New Dawn. Очередная фирменная порция скитаний по красочным локациям с планомерной зачисткой вражеских укреплений. Если вам не надоел подобный концепт, то брать можно смело. Как пишут рецензенты, это во многом резкин пятой части, предлагающий мало чего нового. Вроде бы даже суперспособности, появляющиеся у главного героя ближе к концу прохождения, не особо добавляют свежих ощущений. Третий лик открытого мира. Crackdown 3. Судя по агрегаторам оценок и выдержкам из статей, самый слабый релиз из перечисленных, обратить внимание на который следует лишь консервативным любителям городского беспредела, скучающим по Saints Row и GTA 15-летней давности. Если вы имеете представление о том, как правильно использовать реактивный ранец автомобиля и ракетницу, то веселье добиться получится. А в остальном, все ругаются на малое количество контента, незатейливость застройки и общую геймдизайнерскую беднату. Открытый мир, открытый мир. Вот уж где весь мир действительно открыт для вашего влияния и покорения, так это в цивилизации от Сида Мэйра. У стратегов на этих выходных есть отличный повод вернуться в шестую часть. Для нее выходит дополнение Gathering Storm. Ключевая фишка — природные катаклизмы. Реки начнут выходить из берегов, вулканы извергаться, ураганы топить корабли, а суровые метели, прям как в начале 19 века, останавливать армии. Само собой, не природа единой. Есть новые сценарии, лидеры, чудеса света, юниты, здания и прочее-прочее. Как обычно, пытаюсь последним пунктом списка выдать что-то нестандартное. Число платформ, на которых вышла девятая часть Final Fantasy, стало двухзначным. На этой неделе хит от Square Enix почти 20-летней давности почтил своим присутствием консоли Xbox One и Nintendo Switch. Чем не повод опробовать самую высокооцененную среди критиков часть знаменитой серии. А потом пристыдить Даура, который до сих пор не разродился многострадальной историей серии. Ох, представляете, в каком году он будет про девятку рассказывать. Заглядывайте сегодня на stopgame.ru Вечером показываем метро и крэкдаун. Да и вообще, у нас интересно. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok